Библиотека. Как вы думаете? Мне правда важно, что вы ответите, потому что, возможно, мне будет проще работать потом. Зачем нужна вообще библиотека? А как именно ты можешь развивать себя как личность библиотеки? Просто придешь и уже развиваешь? Ага, ага. Хорошо. На самом деле это очень дискуссионный вопрос сейчас. Раньше у библиотек была монополия на знания и на информацию, а потом появился интернет, и как бы непонятно, что делать дальше. Книги уже можно скачать. Да, есть какая-то специальная литература, которую можно взять только в определенных библиотеках, но в принципе массовый читатель, он уже имеет возможность выбрать, как ему комфортнее себя вести. Поэтому сейчас библиотеки, они на таком распуте, и такие большие баталии происходят, что же нам делать дальше, как себя вести, как делать так, чтобы люди приходили. И мне кажется, что мы немножечко нащупали, что же можно делать библиотекам, и помогло нам, наверное, вот такая вот очень популярная среди некоторых библиотекарей концепция третьего места. В чем суть? В том, что считается, согласно этой концепции, что для счастья человеку нужно минимум три места, куда он сможет безбарьерно спокойно приходить. То есть это, например, дом, почему-то работа, может быть, не все хотят туда приходить, и какое-то общественное пространство. Например, это может быть какой-то очень удобный парк, кафе, или же библиотека, в которой комфортно, соответственно, находиться тоже. Вот. И я вам расскажу, что можно делать в библиотеке. Начать, наверное, можно с такого базового уровня. Это, ну, учиться и отдыхать, это понятно. Холлы работают до 22 часов, вы можете без проблем в них находиться. Скоро, возможно, холлы будут работать круглосуточно, то есть вы можете, ну, тоже круглосуточно находиться в библиотеке, да. Залы работают до 19.00. Есть залы, в которых можно тихо поучиться, есть залы, в которых можно шуметь и работать с группой, например, что-то обсуждать и так далее. Скоро появится новых два пространства, в которых будет еще удобнее учиться. Появится пространство Blender, центр смешанного обучения, где вы сможете вместе с кем-то смотреть онлайн-курсы. Считается, что по статистике почти все недосматривают онлайн-курс, потому что делают это самостоятельно. А если вы знаете, что вы хотите что-то посмотреть, то вы, в принципе, можете прийти в библиотеку уже сейчас и найти себе единомышленников, с которыми будете учиться смотреть какой-то курс. Также появится в холлах пространство PlayLab. Мы уже почти закупили кучу крутых настолок, и вы тоже точно так же, как книги, сможете взять, поиграть настолки в библиотеке. Вот, это такой базовый уровень. Что еще можно делать, ну, вот что еще уже делают библиотекари для вас, и что, ну, не каждый знает, что можно делать. У нас есть электронный каталог. Если вы уже знаете, что хотите прочитать, вам не обязательно приходить в библиотеку, искать по залам, где же та именно книжка, а их у нас около 2 миллионов 700 тысяч экземпляров. Вы просто можете на нашем сайте найти электронный каталог, вбить туда в поиски, что вам нужно заказать, и уже через 10 минут она окажется на обмене второго этажа, эта книга. Также, если у нас нет этой книги, но, ну, теоретически, скорее всего, она есть в какой-то другой библиотеке, есть такая услуга, как межбиблиотечный абонемент. Вы можете просто заказать книгу с любой библиотеки в библиотеку КПИ, и наш библиотекарь сама поедет, найдет вам эту книжку, привезет в библиотеку. Но там есть небольшое вот такое, ну, ограничение, что вы сможете ей пользоваться только в библиотеке КПИ, в читальном зале. Но иногда это необходимо, если это какая-то очень специфическая литература, ну, например, она вам нужна там для какой-то работы. Это если вы знаете, что хотите прочитать. А если вы не знаете, то у нас есть такой сервис, он касается больше художественной литературы, еще почитаты. Два очень талантливых библиотекаря, они отвечают, ну, вы можете заполнить онлайн-форму, рассказать, какое у вас настроение, что вы хотите прочитать, куда развиваться и так далее. И они именно для вас подберут три книги, которые можно прочитать не только в библиотеке, они вам скинут еще и даже, по-моему, электронные версии, если вы не хотите идти в библиотеку, там, например, вам не хочется ни с кем общаться, сидите дома, вот, то такой вариант тоже возможен. Либо же вы можете прийти в зал, например, 6.2, и там вас проконсультируют по художественной литературе и социально-экономической, если вам это нужно для учебы. Там действительно талантливые библиотекари, они вам помогут подобрать какую-то литературу для учебы или чего угодно. Если вас интересует техническая литература, то вам нужен зал 6.3, там точно так же вам расскажут, что вам лучше всего почитать, кроме основной учебы. Вот. Другая большая такая работа ведется по научной поддержке. У нас есть целый отдел, который занимается тем, чтобы ваши исследования для курсовых и дипломных были настоящими, качественными, и они вас проконсультируют, как найти в базах данных именно то, что вам нужно, например. Ну, то есть какие-то, например, исследования. Либо же как работать с источниками, как оформить свою работу и как сделать так, чтобы ваши работы потом по-настоящему цитировались научным сообществом. Это все бесплатно. Вы просто приходите и вам расскажут, как сделать так, чтобы ваша работа была хороша. Вот. Но больше, конечно, я бы хотела рассказать о своей работе. Я организовываю мероприятия в библиотеке, и в принципе мне кажется, что это тоже такая очень большая точка роста для вас. То есть сначала я согласна с Максом, возможно, первые полгода вам нужно, ну, точно определить время какой-то учебе. Но как только вы почувствуете, что вот хочу, не могу, хочу чем-то заниматься, хочу, например, ну, там организовывать культурные или образовательные мероприятия, то вы можете точно так же прийти в библиотеку и сделать это у нас. У нас можно организовывать выставки, экскурсии. Экскурсии мы проводим. Можно организовать какую-то выставку и мероприятия. Направления, как я сказала, очень разные. Это и культурные, и образовательные, и там, я не знаю, что угодно. Кружки какие-то вы можете организовать. Вот. Вот. У нас есть уже некоторые кружки, вы можете присоединиться к ним. Или же, ну, как я сказала, вы можете что-то придумать свое. Так что, отвечая на вопрос, что делать в библиотеке, когда тебе 17, я думаю, что ответ на него прост. Ну, то есть это вы сами должны сказать, что вам нужно делать в этой библиотеке. И, возможно, ответ на этот вопрос как раз-таки поможет понять, куда нужно двигаться библиотекам дальше. Вот. Спасибо. Если вы решите что-то организовать, то запишите контакты. Вы можете написать в любой момент в Telegram, в Facebook, куда угодно, и мы вам поможем.